Утреннее телерадио шоу Первая Студия Первая Студия начинает свою работу и с вами до 8 утра будем мы, Сережа Воронин. Здравствуйте. Доброе утро. Наконец-то Дима Московский, она хотела сказать другое имя, так что ты не переживай. И еще Ксения Мореева. Или Рулева. Пока еще Рулева, но уже да. Или Морева. Мореева. Болева. Нормально, у меня как-то вот микс. Вконтакте пока не переименовался, поэтому она еще остается. Так по-прежнему не хочет меня переименовывать, поэтому, друзья, я Рулевый и никуда пока из этого прекрасного места уходить не собираюсь. Ну, в смысле, из Рулевой. Друзья, сегодня у нас очень важная тема для обсуждения. Сегодня в России отмечается прям вот официально и впервые. Впервые, да. День Международный День Добровольцев. Ну, то есть, смотрите, День Добровольцев вообще отмечается, по-моему, с 1985 года, там, Ассамблея ООН его определила замечательным образом. А в России наш замечательный президент Владимир Владимирович Путин только 27 ноября, вот стала эта информация, появилась, да, в интернете и во всех новостных лентах, о том, что Международный День Добровольцев теперь вот и в России. Но я сразу хочу сказать, что в Ярославской области волонтерское движение с 96-го года уже существует. Уже, уже. Поэтому мы так частичненько, по крайней мере, Ярославская область, могу точно за нее отвечать, уже отмечали и без официального праздника. Ну, нам не нужен такой официальный повод, мы и так молодцы. Да. У нас много волонтеров, много добровольцев. Очень, очень. Мы с ними пообщаемся сегодня. Поэтому сегодня мы с вами говорим о них, узнаем, что у нас сегодня будет происходить в Ярославе и какие волонтерские организации у нас существуют. У нас два прекрасных гостя сегодня будут рассказывать о своих непосредственных обязанностях в плане безвозмездного оказания помощи. Ну, а вы нам рассказывайте, в принципе, вообще, как вы относитесь к волонтерству. Когда-либо сами принимали участие в нечто, потом... Да просто помогайте людям. Безвозмездно. Добрые ли вы. В группы для того, чтобы помогать. Вот, может быть, есть у вас такая история какая-нибудь интересная, рассказывайте нам. 744-636, группа ВКонтакте, Первая студия. И сегодня, друзья, наступает предновогодняя пора. Зимняя пора. И поэтому сегодня мы разыгрываем билеты в звездный зал Ярославского планетария. И, внимание, 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 билеты на каток на катаролесной набережной. Ну, наконец-то дождались. Да, вы на самом деле, может быть, помните, в прошлом сезоне как раз под Новый год мы этим и занимались. И вот наступилась зима, зимушка, зимушечка. И поэтому мы сегодня делаем вновь каток планетарий-добровольцы. Первая студия до 8 утра, 744-636, группа ВКонтакте, Первая студия. Там есть опросы, много всякого разного интересного. В общем, пишите нам туда, звоните нам сюда и слушайте Сережу Воронину, который подготовил новости. Па-бам! Новости. Жительницу Ярославской области с пятью детьми нашли в иракской тюрьме. Мне стало известно, сколько новогодних елок поставят в Ярославле, и нападающий локомотива лучше на неделе в КХЛ. Начало 8-го в Ярославле уже, о самом главном, прямо сейчас. В женской тюрьме Багдада нашли жительницу Любима с пятью детьми. 31-летняя женщина два года назад вышла замуж за иностранца и покинула родной город. Как сообщает РИА Новости, у пленницы в Любиме остались родственники. Сейчас при содействии чеченских властей идет активное возвращение российских детей и женщин, чьи отцы и мужья примкнули к запрещенному в нашей стране террористическим группировкам. В этом году новогодние елки появятся во всех районах Ярославля. Всего будет остановлено 20 елок. Самая главная большая ель появится на Советской площади. Ее высота составит аж 20 метров. На площади юности и Волково красоваться будут 10-метровые новогодние деревья. Кроме этого, в Ярославле для праздничного оформления уходит от разноцветных лампочек и переходит на неоновое освещение. И нападающий ярославского локомотива Даниил Апальков признан лучшим хоккеистом своего амплуа по итогам прошедшей недели в КХЛ. В трех проведенных матчах вместе с командой он забросил три шайбы и сделал две результативные передачи, а также совершил все встречи недели с положительным показателем полезности при общем показателе аж плюс 5. О валюте доллар по Центральному банку 59 рублей 25 копеек, а евро 68 рублей и 70 копеек. А сейчас погода от Дмитрия Московского. Поехали, Дима. Вот это да. Ребят, давайте возьмемся за руки и пойдем убирать снег. Все вместе. Все будем добровольцами, ребят. Во вторник Центральная регион окажется в тылу циклона, что определит понижение температурного фона. Небольшие локальные снегопады и образование гололедицы. Ночью минус 2 градуса, днем минус 6. Ветер юго-западный 7,9 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба. Вот такая погода. Одевайтесь теплее, будьте здоровы. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия. Я просто это представил температурный фон. Все скидываются, скидываются, когда надо повысить, добавляют, когда вот подвиживаются. Зато все довольны, понимаешь? Классный фон. С почином, с почином тебя, Дима. Теперь я тоже погодник. Молодец. Погодник-негодник. Друзья, вот такой вот волонтер Дима Московский сегодня пришел к нам в первую студию, не на своей рабочей неделе. Вот такой вот у него замечательное, безвозмездное оказание помощи нашему замечательному проекту. Вообще-то возмездное, мы с Алексеем договаривались. А, вон как все. Да, 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 да. И мы никому не расскажем. Он наверняка смотрит сейчас о цене твою погоду. Да, да, да. Друзья, ну а мы сегодня с вами отмечаем впервые в России, официально отмечая Международный день добровольца. Напоминаю, что Генеральная Ассамблея ООН увековечила этот праздник в 1985 году. В России президент подписал указ о его официальном праздновании только в этом году, но в Ярославле его отмечают уже давненько. Давно, да. С 1996 года существуют наши ярославские волонтеры, и я хочу сказать о том, что с каждым годом в волонтерских рядах, что называется, прибывает. Ну а там модно стало сейчас. Сейчас у нас, по нашей информации, Роспатриот-центр, более 7 миллионов, около 7 миллионов волонтеров в России, друзья. Поэтому эти 7 миллионов, давайте, дозванивайтесь до нас, разбивайте нашу линию в пуху прав. Это целое государство можно добровольческое. А что касается Ярославской области, то у нас 15 тысяч, тоже неплохо. Друзья, чтобы вы понимали. Чувствуете? И чуть больше 400 волонтеров только в Ярославском районе. Почему говорю за Ярославский район, потому что живу в Венеках, напоминаю вам об этом, друзья. А вы в Венеках сколько волонтеров? Я там как минимум есть. Да, она была, вот 400-я как раз. У нас есть звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Алексей. Алексей, у нас к вам сразу большой вопрос. Как вы вообще относитесь к волонтерам и когда-нибудь примыкали к этим замечательным рядам? К волонтерам мы отношусь замечательно, движение очень нужное. Люди должны помогать друг другу. А вы сами помогали людям когда-нибудь? Конечно, помогают постоянно, регулярно. Чем можем, тем помогаем. Ну а что делаете, например? Ну так немного похвастаемся, чуток. Да, ярославские волонтеры. Ну то есть, например, не обязательно объединяться в группировке для того, чтобы помогать. Можно просто соседке лампочку вкрутить. Это же тоже группировки были в 90-х. Забираем вещи тем, кому они нужны. Так. Там у кого бывало, там дом сгорел, все вещи сгорели. По-разному помогали. Вот это хорошее дело. Вы умница. Тишкам больным так деньжатами помогаем, переводим на счета. Так, по мере возможности, помогаем всем, чем можем. Алексей, вы большая умница, вы большой молодец. На самом деле это очень приятно слышать, потому что действительно сейчас у нас ярославский сегмент интернет-пользователей очень популярен, очень активен. И поэтому все время, когда попадаются такие вот интересные, ну не интересные, а в плане заметки о помощи, да, и у нас ярославцы очень сильно откликаются. Сама не раз принимала в этом участие. Алексей, и вы тоже большой молодец. Ну а вы, мы в свою очередь, хотим вам предложить, ну у нас вот сегодня не безвозмездно, конечно, вам придется попробовать свои силы. Надо будет, да, потрудиться. Хотите с нами поиграть? У нас есть классная пригласительная в планетарии и очень классная пригласительная на каток. Всегда, конечно, люблю с вами играть. Давайте, на что поиграем? Только можно ли я вначале поздравлю свою любимую жену с прошедшим днем рождения? Пожалуйста, давайте. Ну а, Маречка, я очень тебя люблю, поздравлю тебя с днем рождения, это самое замечательное на свете. Вот. Это так круто, у меня так сердце ёкает, меня бы хоть кто-нибудь так поздравил. Так ты вчера поздравляли только что. Я поздравляю со свадьбой. Спасибо, спасибо, Алексей, нам просилось, что называется. Ну все, теперь точно. Куда пойдем, на каток или в планетарий? На каток. Отлично, отлично, это здорово. Здоровый тело и здоровый дух. Для вас самые катковые волонтерские игры разума. Игры разума. Алексей. А вот мы узнаем сейчас, пойдет ли Алексей на каток. Вот мы посмотрим. Дима первый раз у нас вот в таком образе. Я придумывал вопросы. Я придумывал вопрос. В 1958 году вышел советский фильм «Добровольцы». Вышел такой фильм, да. И вопрос у меня к вам следующий, Алексей. О каком времени идет речь в картине? Вариант первый. Первая мировая и гражданская войны. Вариант второй. 20-е годы. И вариант третий. Из 30-х годов до послевоенной оттепли в 50-х годах. Вот как вы думаете? Так, Леша, давайте подумаем. Добровольцы. 58-й год. Советский фильм. Вот вышел он в 58-м году. Какой период времени? Вот вариант первый. Первая мировая и гражданская война. Вариант второй. 20-е годы. И вариант третий. 30-е-50-е годы. Мне кажется, только пальцем в небо, так как фильм я этот не смотрел. Так. Ну, давайте вот просто... Покажи мне правильное ответ. Просто подумаем, да. Ну, добровольцы — это люди, которые очень помогли в... Ну, давайте я чуть-чуть подскажу. Они помогли в строительстве московского метрополитена. Так, так, так. Вот эти люди. Это, кстати, хорошие, хорошие. Это пятилеточки, всякие планы. То есть это, мне кажется, третий их ответ. Вот, все верно. 30-е годы. Вот, вот, видите, как хорошо. Это потому, что вы добровольцы, волонтер, поэтому вам помогли. Да. Спасибо вам, Алексей. Алексей, с кем пойдете на каток? Со мной. Твоей любимой, конечно. Со мной. Нет, не с тобой, Ксюша. Не с тобой. Давайте без травм только, Алексей. Аккуратнее, аккуратнее. Алексей, давайте еще раз передаем приветик. Еще раз подравим жену с прошедшим днем рождения. Я думаю, ей будет особенно приятно. Да, спасибо большое за билеты на каток. Очень приятно. Мы очень рады. Привет всем, кто меня узнал. Ну и, конечно, еще раз поздравим свой любимый с днем рождения. Здорово. Все замечательно. Вы большая умница. Все, не кладите трубочку, расскажем, как забрать наши крутые билетики. Друзья, у нас остаются еще пригласительные в Ярославский планетарий, в звездный зал, где очень романтично. Да. Можно провести время с любимым волонтером, например, с вашей женой. Мне кажется, она безвозмездно оказывает вам вообще всяческую. Подняться и протереть ей звездочку. А если ваша жена еще не волонтер, то в планетарии вы можете ее вот в эти ряды как-то посидеть. Вот просто она станет там. Сколько? 15 тысяч волонтеров? 15. 15 тысяч. Вот она будет 15 тысяч и первой. 15 тысяч – первая волонтерша. Это почетно. Хороший. Друзья, 744-636 группа ВКонтакте в первой студии. Там у нас есть опросик. Сегодня с вами обсуждаем Международный день добровольцев. И в России отмечаем его самые первые, я думаю. Ну а Сережа сейчас расскажет вам про социальную сеть. Да, создали социальную сеть, она называется, по адресу может найти добровольцы.рф. В России начал работать этот уникальный портал, в котором содержит все самые актуальные новости из жизни добровольческого сообщества России. Так что можете вступить туда и посмотреть. Я вот посмотрел по Ярославской области, да, 70 человек с фотографиями там участвуют. Но больше всего там почему-то девушек. Вот мужчины, юноши… А я говорила о том, что жены на безвозмездной основе по жизни привыкли помогать мужчинам. Почему девушки идут активнее, помогают? А с другой стороны, вот мальчишки вступили бы туда, в эти волонтерские клубы, и знакомились с девчонками там. Я, кстати, кстати… Классная идея. Я пока помню, я просто пока готовилась к эфиру, я прочитала. Правда, я не помню, какой город, честно, простите меня за это. Но, в общем, такое тоже есть поисково-спасательное объединение «Поиск пропавших детей». И вот там замечательные люди познакомились на одном из таких вот поиски мужчины, да, и поженились через год. Не только мужчины нашли, но и друг друга. Да, да, и мужчина оказался жив, все в порядке. То есть, формально говоря, общие интересы сближают людей, так? Супруга будущая, абсолютно верно говорил. Я даже совсем не обращала на него, то есть на будущего супруга внимание. Я помню его смутан, но, видимо, это и есть судьба. Ну, конечно, по лесу бродила. Конечно, с фонарей, с фонарей, с фонарей, с фонарей, с фонарей, с фонарей. Настоящий мужик. А когда банку тушенки надо открыть кому-то, да, вот кого позовет она? Конечно, конечно. Его? Вот. Друзья, вы можете не просто как бы помогать, вообще оказывать такую прям нереальную помощь, да, обществу, но вы еще можете находить друзей по интересам и влюбляться друг в друга. Мне кажется, это очень круто. У нас есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Юлия. Юлия. Смотрите, Юлия, мы вас спрашиваем так же, как и Алексея, нашего предыдущего звонящегося. Доброволец, Юлия. Вы доброволец? Ну, конечно. Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста, а чем вы у нас занимаетесь? Ну, вообще, как бы я по своей профессии педагог, и на базе нашей школы существует вот такая вот добровольческая группа волонтеров, да, где дети вместе со мной, естественно, участвуют в различных мероприятиях. Вот, например, сегодня в Горке мы идем на мероприятие, которое посвящено как раз вот сегодняшнему дню, и там будут награждаться лучшие волонтеры образовательных учреждений, семинары, различные мастер-классы. Ну, в общем, все, что можно получить полезного, да, от своих друзей, да, очень хорошо. Юль, да. А скажите, вот, а вообще детям нравится участвовать в этом? Они хорошо так вот вступают? Идут, да, активно идут, да, либо там сейчас другие интересы, да, у детей. Ну, да, дети, в принципе, очень активно участвуют вот в этих мероприятиях. Вот мы, например, являемся так называемыми, да, наверное, ну не скажу так называемыми, мы друзья, да, другой образовательной организации, да, где мы активно участвуем, поддерживаем детей, да, это интернат номер 6, который находится на Перекопе. То есть активно дети собирают для них там подарки, концерты организуют. Вот сейчас участвуем мы, все тоже известный, да, дедушка, который живет в Перекопском районе. То есть пока у меня, конечно, девчонки, да, мальчишки включаются, к сожалению, намного реже, то есть младшие, я имею в виду, старшие, да, они поактивнее немножечко старшеклассники. Подросли просто, поняли уже. А один, девятый, девятый, восьмой вот девочки у меня, они говорят, ну вот как только там все организуется в плане мужской работы, да, строительства, мы будем активно уже принимать участие там в помощи, в уборке, в магазине. Да, чудесно. Ну то есть дети идут сейчас, ну активно, несмотря на другие интересы, возможно, да, которые есть у нас, идут, помогают. Юлия, а вот тем мальчишкам, которые не хотят идти, вы им расскажите, что есть соцсеть теперь еще у нас, у добровольцев, пусть они, да, вступают туда. Да, мы знаем, у меня, девчонки, да, я сама, мы зарегистрированы в этой соцсети. Вот среди 70 человек. Это вас видел Сергей, значит, да? Так что я там видел, точно, точно. Ваши фотографии. Юлия, спасибо вам огромное. Какая школа у вас? Лицей 86. Лицей 86. Я, кстати, там как-то раз на съемочках была, потрясающее место, потрясающая атмосфера. Смотрите, Юлия, а у нас к вам вот такой вопрос. У нас есть пригласительный в планетарий, и я думаю, что мы можем с вами на него поиграть. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Дима, открывай свой лист. У меня, да, я достаю. Свой свиток большой. Итак, у меня есть к вам всего один вопрос. Скажите, пожалуйста, как в русском государстве в 15-18 веках называли добровольцев? Четыре варианта ответа. Охотники, рыболовы, пахари или молодцы? Мне нравится вариант молодцы. Как называли добровольцев в 15-18 веках в русском государстве? Добровольцы. Четыре варианта. Охотники, рыболовы, пахари. Молодцы. Ну, вот думаю, что четвертый вариант. Вы думаете, что молодцы? Молодцы. Охотники, рыболовы, пахари. Пошел на рыбу ловить там. Ну, да. Добровольец. Ну, расскажи. Да, ну, вот я не знаю. Вот, Ксюш, нам надо подсказать или... Ну, давай подскажем. Подскажем, да? Давайте мы вам подскажем. Это не молодцы. Вот просто. Вот я просто вам подскажу, да. А покажи, я логику пойду. 15-18 век добровольцы. 15-18 век добровольцы. Они хотели это делать. Они хотели это делать. Они очень хотели делать добрые дела. Я бы тоже не угадал вариант этот. Они очень хотели. Охотники, рыболовы или пахари. Вот они очень хотели заниматься этим. Этими добрыми делами. Очень хотели. Очень хотели. Хотели. Как? История так, сейчас стоп. Вы прислушались словами. Очень хотели. Ну, очень хотели. О, как хотели. О, как хотели. Юля, ну... Хотели. Юля. Они охотники, рыболовы, пахари. Юля, охотники. Рыболовы пахали. Охотники. Они очень хотели. Браво. Из этой логики их так и называли. Они очень хотели помогать. Понимаете, действительно, их еще называли охочие люди. Вот на самом деле. Этих ребят, которые еще были добровольцами. И вот они делали хорошие, добрые дела. Я уверена, что они однозначно были еще и молодцы. Поэтому мы с Юлей были как бы на верной ноте, в волне и векторе. Юля, мы вас поздравляем. Радуйтесь. Передавайте привет, Юль. Да, передаю всем привет. Все, кто меня узнал. Своим ребятам в школу. Конечно. Вам, естественно, с вступлением в законный брак. Спасибо. Чтобы все было хорошо, замечательно. Всем хорошего настроения. И морозной такой, солнечной погоды. Вот солнышка не хватает, если честно. Юля, будем ждать солнышка. Не кладите, пожалуйста, трубочку. Расскажем, как забрать наш билетик, друзья. Друзья, ну а смотрите, а мы сегодня с вами говорим про добровольцев. Отмечаем этот замечательный праздник. Смотрите, какие классные инициативные люди нам дозваниваются. Присоединяйтесь и вы. Давайте с вами, если вы еще не начинали, давайте начинали. Да, либо зовите нас куда-нибудь. Мы обязательно сходим. Мы скворечник уже вешали. Мы можем. А Леша Торхов у нас, между прочим, вообще волонтерской деятельностью занимается. Вот он не рассказывает, он специально не пришел. Потомственный волонтер. Парень-то скромный, не рассказывает, но очень активно участвует, помогает детям. Он, между прочим, недавно совсем вместе со своей супругой привез в областную больницу, я так понимаю, да? Для детишек, отказников, в общем, всякие там памперсы и необходимые. Ну, нужные вещи, так скажем. В общем, друзья, присоединяйтесь к Леше Торхову. Ну и к нам тоже, 744-636, группа «Контакт» в первой студии. Ну а сейчас настало время. Горо! Скопа! Поехали! Гороскоп. Гороскоп у нас сегодня очень кратулечный. Поехали. Овны, не стоит ждать сегодня спокойствия. Вот так как. Тельцы, выберите тот путь, который принесет вам результаты. Близнецы, не стоит воспринимать временные трудности, как нечто постоянное. У меня в два раза побольше. Раки, вечер, проведите вечер с близкими. Лев, вечер, вы можете провести в компании друзей и знакомых. То есть никак с близкими, да, никак. Вот это другое. Девы, сегодня придется бороться за место под солнцем, поскольку день полон неопределенностей и препятствий. Какие у тебя длинные предложения. Да, любят, наш астролог любит, Сережа очень. Весы, лучше перенесите все дела на поздний вечер. Все с вечером. Краво. Да, все нормально. Вот, Скорпионы, вы не поверите, сегодня вечером займитесь чем-то приятным. Например, пообщайтесь с друзьями. Вы не поверите, Стрелец, вечер проведете с семьей, ребята. Козероги, а сегодня вы будете удовлетворены тем, что делаете. Особенно вечером. Не очень. Водолеи, непредсказуемость ситуации при спокойном к ней отношении может принести даже некоторую пользу. Ну и рыбы, вечером отключитесь от проблемы побудьки с семьей. Друзья, пусть у вас у всех будет прекрасный вечер. Всем вечера хорошего. Друзья, мы сегодня с вами обсуждаем добровольцев. Уже после рекламы к нам придут два замечательных гостя. Мы вам расскажем про их волонтерские инициативы. В общем, не отключайтесь, приключайтесь наоборот. Сейчас реклама, вернемся через пару минут. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая Студия. Друзья, ну я честная девчонка. Я как вам сказала, через пару минут, вот через пару минут мы ровно и вернулись. А за это время мы успели немножко выгнать Сережу Воронина и пригнать к нам замечательную Юлию Герасьну, муниципального оператора по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность Ярославля, Ярославской области. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это, между прочим, сейчас рядом с нами человек, который как раз-таки все знает про ярославских волонтеров. Потому что именно она этих самых волонтеров в волонтерскую деятельность и привлекает. Вербует. Вербует, да. Вовлекает. Вовлекает. Вовлекает, да. Пусть будет так. Юль, как проснулась вообще? Выспалась? Ну, примерно. То есть ты теперь нас понимаешь, как нам сложно, в смысле легко быть веселыми и задорными. Юль, ну и вопрос по теме сразу же, да, вообще как у нас вовлекается ярославцы в волонтерскую деятельность? Вовлекается очень хорошо. Сейчас, если так собрать, по городу Ярославлю всех волонтеров, то их около 16 тысяч человек. 16 тысяч? Сережа, ты слышишь меня? Вот так, 16, а мы говорили 15. Еще тысяча, понимаете? За одну, это за одну ночь прибавилось тысяча человек волонтеров. И все. 16 тысяч? Возраст какой примерно? Возраст от 14 до 30 у нас. Ну, конечно, большинство сейчас это школы. Ну, как бы школьникам это интересно, им балок прибавляют, вот, они активно идут волонтерить. Вот, ну и такие уже более, наверное, сознательные люди, которые делают большие проекты какие-то, да, добрые. Вот, это, ну, больше студенты, так, лет от 19, 20, 21, 22. Добрый проект, который сейчас у нас идет в Ярославле. Вот, на твой взгляд, может быть, один мы какой-нибудь, про который мы знаем, ты знаешь, а может быть, кто-нибудь не знает. А может быть, и мы не знаем. А может быть, и мы не знаем, а может быть, и ты тоже додумываешься еще. Ой, очень много крутых проектов, вот, наверное, тот, который просто ближе, потому что он находится у нас в, так сказать, попечении, это, у нас есть волонтерский корпус Ярославля, там есть отряд «Это просто», они вот недавно заняли первое место как волонтерский отряд в Ярославской области, вот, у них есть проект «Мы помогаем друг другу». Они взаимодействуют с детками, которые слабослышащие в интернете. И они не только... Ну, они их обучают чему-то, ну, то есть социализируют. И сами учат язык жестов, чтобы между ними не было посредников. То есть они понимают ребят, ребята понимают их. Ну, такой очень добрый проект, который вот... И еще и полезный язык жестов, представляете? Это же очень круто. Есть у меня такой вопрос. Ты говорила, что люди до 30 лет вступают в волонтерские отряды. А почему после 30 лет? Как ты думаешь, люди не хотят заниматься этим? Люди хотят. Просто мы вот молодежной политикой занимаемся до 30 лет. А, все, все, понял. Есть такое понятие, как серебряные волонтеры. Это те кому-за есть, да? Есть, да, серебряные волонтеры. Серебряные волонтеры. Если вам 31, Леша Торхов, Сережа Воронин. Смотрите, вы спокойно можете стать серебряными волонтерами. А мы пока снюхой пойдем в молодежный отряд. Книжку волонтерскую получаем. Конечно. Расскажи, кстати, вот как раз-таки, что получают волонтеры, когда они вовлеклись? И вот они активно... Волонтер ничего не получают, Ксюша. Значок. Нет, как это? Как это? Волонтер получает, во-первых, знания, умения, навыки. Это понятно. Это то, а не то, что там вот значок ей подавай, понимаете ли? Я просто люблю. Не ради значка люди занимаются волонтерством. Знания, умения, навыки. Значки тоже есть. Все будет. Юль, ты вот на самом деле расскажи, почему полезно быть волонтером? Вот почему это важно, почему это круто? И вот почему человек, который сегодня школьник, да, а завтра он волонтер, и он уже овладел еще навыками какими-то? Вот что он, чему люди учатся? Да, просто волонтерская деятельность, она очень такая разнообразная, и можно найти применение любому человеку. Хочешь, веди концерт, хочешь, сиди, ну, в компьютере забивай тексты, то есть можно быть как таким человеком-агегей, вот, и можно быть человеком таким тихо сидящим, но тоже волонтером, вот, то есть, ну, у каждого под свой темперамент можно подстроиться. Вот, и тем самым можно найти себе, ну, какое-то, да, любовь точно можно найти. Вот она все о своем, понимаешь, да, да, да. Значки и любовь. А Ксюша, она будет до годовщины свадьбы просто вот про любовь говорить. Значки и любовь, все, я поняла. Так, Дим, теперь тебе расскажу. Давай поговорим, Юль. Вот, а дальше у нас получается, и таким образом можно найти, как, какое-то призвание себе, да, то есть я тоже вообще в театралку собиралась поступать, вот, а работаю в мэрии почему-то. Не поступила. Не поступила. И вот так. Зато волонтер. Да, но это круто, лучше быть волонтером, чем не поступить в театралку. Да, именно. Хотя ты совместила, понимаешь, и то, и другое. Сейчас смотри, Юль, и еще такой вопрос, нам уже телезрительница дозвонилась по поводу как раз-таки встречи, форума, да, Ярославского, первый городской форум, да, волонтерский? Да, первый городской добровольческий форум я сделал. Ух ты, и чего там будет? Вот, а там будет сначала у нас такое пафосное открытие с награждением школьников. Со значками, со значками, с кружками. Открою вам секрет, как раз люди узнают о том, что им будет участвовать. А люди будут из кружки пить, и там на дне значок волонтеров. Ну как вот, погоны, когда вот... Нет. Ну, просто, я просто не тратить. Внутри ничего, в общем, благотопостное открытие дальше. Да, вот, награждение лучших школьников, то есть нам в школу присылали лучших волонтеров, вот мы их будем награждать. После этого начинаются семинары, то есть различные направленности, можно узнать, что такое благотворительность, можно узнать, как удержать команду, как быть лидером. Ну, то есть такие разнонаправленные семинары. После этого идет два таких крупных тренинга тоже, деление на школьников и деление на руководителей волонтерских отрядов. Вот, ну и в конце у нас знакомство с крупными волонтерскими отрядами нашего города и заканчивается еще одним награждением, но уже более старших ребят. Вот, тех, кому от 18 до 30, так сказать. 15-16 тысяч человек примут участие или поменьше? Нет, не войдут все в зал, да. Не войдут все в горку, да. Вот я поэтому и хотела. Они будут снаружи стоять, понимаешь, там на парковке. Ну, на самом деле мы уже опасаемся этого, потому что мы рассчитывали человек на 150, ну, такой сделать мертвособойчик. Вот, а теперь нам уже звонили из Некрасовского района, из Рыбинска, мы приедем, а у нас вроде городское, но, видимо, станет негородским. Вот и правильно, друзья. Ну, это чудесно, это здорово. В общем, смотрите, сегодня у нас первый городской добровольческий, да, форум добровольцев. В общем, можно же прийти, наверное, как бы, понятно, что места уже нет. Там нет регистрации, поэтому, как бы, вот мы и думаем, сколько человек придет. А вы будете вести трансляцию в Инстаграм, я не знаю, или как-то? Да, у нас будут, друзья, которые... Прийти не получится, но смотрите в интернете. Это действительно много, приходите, приходите, мы сухо разместим. А, можно, можно, можно. Кружки, значки, любовь и доброе дело сделают из вас порядочного и классного человека. Друзья, у нас в гостях была Юлия Герасимовна, муниципальный оператор по увлечению молодежи в волонтерскую деятельность. Юля, спасибо тебе огромное. Дорогие друзья, у нас в студии рокировка, теперь мы сидим классной мужской компанией и сейчас у нас в гостях... Еще один доброволец. Как и обещали, классный доброволец, очень улыбчивый мужчина Алексей Чернышев, руководитель поискового отряда, командир поискового отряда Яр Спас. Леш, приветствуем тебя. Как настроение? Отлично настроение. Я знаю, как приходит ориентировка, вы же сразу бежите, да, ищете людей, и раннее утро, поздняя ночь, для вас не играет никакой роли, так ведь? Да, стараемся реагировать как можно быстрее. Расскажите о своем отряде, много ли людей, идут ли активно и в поисках людей, помогают ли они? Да, конечно, помогают, люди идут, у нас сейчас проводится каждый месяц собрание именно с целью знакомства с новичками, то есть каждый месяц приходят новые люди. То есть это прямо как смена такая лагерная, раз, раз пополняется, пополняется? Да, ну на самом деле волонтерская деятельность, это ведь деятельность вне семьи, вне работы, и поэтому не всегда каждый человек может. Поэтому люди меняются, приходят новые, кто-то уходит, потом возвращается, то есть у нас жизнь бьет ключом. А вот возраст, да, и вот наверняка есть какой-то костяк вашего отряда? Возраст, самый младший участник отряда, вот вчера у нас пришел новичок, он школьник. Школьник? Более того, он ученик одного из наших волонтеров. Вот, то есть учитель, да, привлекает к занятию своих же детей. Можно с детства заниматься такими добрыми делами. Алексей, расскажи, пожалуйста, какими навыками должен обладать участник вашего поискового отряда? Да, ну канат завязывать, морской узел, там, не знаю. Ну, может, компасом обращаться. Да, все его разжигать. Мы этому всему обучаем волонтеров. На самом деле, для того, чтобы прийти в отряд, нужно лишь желание помогать людям. Всему остальному мы научим. Ну, а чему научите? Ну, чтобы вот просто люди сейчас нас смотрят, да, и, возможно, кого-то заинтересует это направление. Примкнули, чтобы к вам в ряды. У нас есть несколько направлений поисковых, да. Это первое направление – работа с информацией в социальных сетях. То есть мы обучаем людей именно этому. Второе направление – это работа, поиск на местности. Это может быть поиск в городской среде и в природной. Соответственно, для этого мы также обучаем людей. Если говорить о природной среде, мы научим пользоваться и компасами, и навигаторами, и как себя вести в лесу, как самому не заблудиться, что очень важно для волонтеров. А были такие случаи? Бывало такое, да. Пошли искать и сами заблудились. И сами потерялись. Ну, да. Да, то есть это, как правило, происходит в грибной сезон, да, когда мы приезжаем куда-то там в лес, и вот местные жители начинают бегать, и бывает так, что приходится еще и их искать. Вот мы видим, о собаке идут поиск. Наверняка в отряде еще собаки есть? Да, у нас есть кинологические расчеты, два кинологических расчета, две аттестованных собаки, то есть это действительно собаки, которые работают. Вот аттестовались они в этом году, то есть их обучали порядка двух лет, и я надеюсь, что на следующий год они нам очень-очень облегчат задачу. Да, а расскажи, пожалуйста, о людях, которые вот входят в ваш отряд, то есть я так понимаю, что люди абсолютно разного возраста, разных каких-то сфер деятельности. Почему? Вот они идут, как вот считает Алексей, почему вот движет вступить в ваши ряды? Люди абсолютно разные. Сказать вот, что у нас больше одних, меньше других невозможно, потому что действительно у нас есть инженеры. Мы есть и молодежь, я знаю, предприниматели известные есть в вашей команде. Да, 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 кого только нет, и учителя, и даже сотрудники МЧС. Вот даже так. А больше мужчин или женщин? Вот мы говорили сейчас у волонтеров, все-таки больше откликаются девушки. Вот у вас как в отряде? Вообще, наверное, в целом больше девушек, да, но зато мужчины у нас такие вот специалисты на все руки, они, как правило, могут и с информацией работать, и в лесу искать. Но больше девушек, они более отзывчивые, наверное. Вот понятно. Женское сердце. Ну да, оно доброе. У вас же есть проект, да, «Безопасное детство», который вы видите? Да, большой проект, и в этом году мы стали лауреатами первого президентского гранта. Вот. В России получили грант на развитие этого проекта. То есть в прошлом году мы его запускали при помощи администрации области, а в этом году нам уже как бы администрация президента помогла. Сразу оттуда. Да, мы смогли расширить этот проект, во-первых, на всю область, да, то есть если раньше мы его ввели только в Ярославле, теперь мы охватим и другие города области. Плюс в рамках проекта теперь мы работаем не только со школьниками, но и с их родителями проводим собрания. И плюсом еще мы начнем работать со старшими группами детских садов. Вот, уже очень масштабная работа на самом деле. Скажите, идете ли на форум вашей командой? Форум, который у нас только приглашает. Да, обязательно. Алексей, а вот еще последний вопрос. Мы говорили, посвящение есть у вас какое-то. Вот предыдущий гость говорил, значок, возможно, выпить там с водой в кружке. У вас есть, да, посвящение какое-то необычное, возможно? У нас, как правило, посвящением является первое обучение для новичка. То есть у нас помимо инструктажей, помимо таких обучений в виде семинаров, у нас бывают обучения как вот реальные учения. И на этих учениях новички выхватывают такой стресс, что порой пропадают на месяц. Но потом наверняка возвращаются и в первые же дни разыскивают детей, взрослых человек. Шикарно, шикарно. Спасибо, спасибо огромное. У нас в гостях был Алексей Чернышев, командир поискового отряда Ярспас. Я бы сказал, Алексей Чернышев найдется все. Да, это точно, и все. Ну а далее, дорогие друзья, у нас будет короткая реклама, новости. И мы снова возвращаемся в первую студию. Не переключайтесь. В эфире первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Друзья, доброе-доброе-доброе утро. В общем, сегодня у нас на календаре 5 декабря, вторник. Расчехлили свои волонтерские книжки. Расчехлили свои волонтерские значки. Друзья, сегодня с вами отмечаем Международный день добровольцев. Я напоминаю о том, что в России он официально отмечается сегодня в первый раз. А во всем мире с 1985 года. Около 7 миллионов волонтеров сейчас у нас по всей стране функционирует. 16 тысяч, почти 16 тысяч. 16 тысяч в Ярославле. В Ярославле, да. И по данным Роспатриот-центра, 50% жителей страны, отвечая на вопрос, хотят ли они стать волонтерами и готовы ли они помогать, 50% ответили да. То есть у нас еще 50% потенциально. А другие 50% что они... А они уже волонтерят, что называется. Да, ну может, да. Друзья, в общем, вот такая вот занятная статистика. И мы сегодня с вами обсуждаем этот замечательный день. И я хочу вам сразу сказать, слушайте меня, пожалуйста, сейчас внимательно. У нас только что в голову пришла уникальная и классная идея. Мы на протяжении, наверное, всего месяца... Это ей пришла. Да, это мне пришла. Будем на протяжении всего месяца разыгрывать билеты на каток. И мы вам предлагаем без нас туда не ходить. Мы хотим, чтобы мы потом с вами назначили день, время и место. Копить и пригласительные. Копить и пригласительные. И мы с вами встретим, обещая, пирожки с меня. Но чтобы потом не получилось, как у девочки в Ютьюбе, что мы готовились-готовились, а вы не пришли, и я потом плакаю. Там пирожки с меня, потом звездочка, количество товара ограничено. В общем, друзья, давайте, в общем, мы слышали внимательно. Я еще напишу все это в группе ВКонтакте, и мы будем постоянно это повторять. То есть все, кто выиграл пригласительно на каток, не ходите на каток без нас. Так, подождите, мы пойдем вместе. Мы будем стоять в борщиках. Ну а мы возвращаемся к теме нашего эфира. И я очень хочу, чтобы Сережа Воронин сейчас рассказал очень классный волонтерский проект в Питерске. Да, очень мне тоже понравилось. Итак, смотрим, активисты благотворительной организации «Ночлежка» разместили на жилых домах Петербурга 100 табличек с историями бездомных людей. Как сообщили в пресс-службе, организации в основу легли реальной историей людей, которые в разные годы обращались за помощью в организацию. Мне кажется, это очень круто. Ну, можно, по крайней мере, и в Ярославле нечто подобное сделать, потому что, ну, не обязательно именно ночлежка, а именно какие-то другие вещи, там собачки, может быть, да, бездомные, или еще что-нибудь. Ну, это впечатляет на самом деле. И это сразу дает уровень и статусность нашему городу. Я думаю, что и больше 16 тысяч человек уже намного станет наших волонтеров в нашем замечательном регионе. Но у нас есть звонок, я знаю. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ксюшенька, доброе утро, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, это вы? Конечно. Это я, конечно. Наталья, расскажи. Ксюш, в первую очередь хочу поздравить тебя с законным браком. Спасибо. Чтобы ты была вся такая же цветущая, радостная, с улыбкой, чтобы глазки твои сияли, как сейчас. Спасибо. И всего-всего тебе самого теплого, тебе и твоему супругу. Спасибо. Любите друг друга и берегите друг друга. Спасибо. Спасибо огромное. У меня такое ощущение, что мы уже пятый день, это отмечаем и отмечаем. Смотрите, Наталья. Это больше отмечать надо, не пять дней, а больше месяц. Я согласен с вами. Мы потом еще и на катушку придем отмечать. Наталья, а по теме эфира, непосредственно по добровольцам и волонтерству, вы вообще принимали участие в неких вот таких вот встречах? Помогали ли кому-нибудь? Расскажите, пожалуйста. Так. Я, конечно, принимала участие. У нас есть в доме люди, которые у нас там два с сахарным диабетом. Понятно, которым нужен уход, помощь. Да. И частенько им бывает помогаю. Они обращаются, и, конечно, я им не отказываю, помогаю. Наталья, вы умничаете. То есть начни с ближнего. Конечно. Соседа. Начни с ближнего и пойдем дальше. Наталья, вы заслужили значок. Я уверена, что вы заслужили значок, поэтому помогайте и дальше. Вступайте в эти замечательные волонтерские ряды. Я тоже родилась идея. Давайте выпускать значки первостудия и в ряды первостудийных. Да, будем выручать. Класс. Нашим телезрителям. Наталья, вы умница. Мы ни разу не сомневались, что вы помогаете, потому что вы действительно очень добрый и открытый человек. Поэтому спасибо вам огромное за поздравления. Спасибо огромное от тех людей. Я думаю, что ваш адрес звучит регулярно, то, что вы им помогаете. И вы, я надеюсь, что еще больше и больше и больше эта ваша деятельность будет разрастаться. Давайте приветить. Приветики, Наталья. Я хочу в первую очередь передать привет вам. Спасибо. В студии, Ксюшенька, твоему мужу. Конечно. Не знаю, как его зовут. Степашка. Это ведущий спокойной ночи, малыш. Он тебя очень-очень любит, он тебя достоин. Спасибо. И ты его очень достойна. Вы красивая пара, замечательная. И самые лучшие на белом свете. Спасибо огромное, Наталья. Я вся расплылась в улыбке. Это вот лучший тост, который я слышал. Это вообще лучший тост. И вообще никакие грузинские даже рядом не идут. Друзья, мы с вами переходим. Знаете, я просто хочу подытожить. Вот Наталья очень классную вещь там сказала, на самом деле. То, что вот у нас есть 16 тысяч наших волонтеров, но это зарегистрировано 16 тысяч. А на самом деле гораздо больше добрых людей в нашем регионе. Это здорово. И спасибо всем, кто, как Наталья, помогает хорошим людям. Друзья, в социальной сеточке тоже регистрируйтесь, встречайте людей и братьев по разуму, по любви и так далее. Смотрите, а у нас с вами опрос по-прежнему работает. Давай результаты, да. Подведем, нравится ли вам помогать людям безвозмездно. Зависит от ситуации 37 практически процентов. 33, да, однозначно, да. Мне бы кто помог, 13 процентов. Вот я вступил в да, я сразу говорю, да. Когда как, 10 процентов. И ни одного человека у меня нет. Ребята, ну почему вы жадины такие, ну, в самом деле. Да, Дим, мы почти 7, зависит от настроения. От настроения у них зависит, ничего себе. Приветики давай, зачитай. От атмосферного давления бы еще не зависело. Доброе утро, сколько себя помню с детства, всем помогаю. Елена Данилова-Бебенина, нравится помогать, но бывает поможешь, а потом еще и виноват останешься. Ну вот смотри, а как помог, понимаете. Да, аккуратнее помогать. Да, вот Светлана Сидорович нам пишет, возможность помочь кому-то, это возможность почувствовать себя человеком. Мне кажется, это действительно очень-очень круто. Давай еще пишет, Владимир Гречищев, доброе утро, всем удачного дня и всем большой приветик. Елена Данилова-Бебенина, ты читала, Ксюша? Да, нет, не читала. Не читала. Привет, первая студия, всем привет, удачно добраться до работы, чтобы никого не занесло. Светлана Сидорович также желает всем доброго утра и отличного настроения. Алексей Смирнов присоединяется, привет, всем хорошего дня. А Светлана Богомольникова, доброе утро, первая студия, передайте привет моему мужу, я его очень сильно люблю и уже не обиженно люблю, целую, жду жена. Вот так вот. В общем, не расстраивайся, муж, все будет хорошо. Возвращайся, скорее. К слонам, друзья, вы должны это видеть, я просто сегодня увидела и была в шоке, Сереж, расскажи. Вот давайте, перенесемся в Индию и к нашим любимым слонам. Волонтеры Центра по сохранению слонов на севере Индии спасают животных от аномально холодной погоды, создавая для них вот такие попоны с рукавами для всех четырех конечностей. Причем вяжут они вручную, иногда для такого костюмчика уходят до четырех недель. Вот такие вот слоны нарядные. Браво, заметь, опять девушки, девушки. Девушки с добрым сердцем. Девушки вообще молодцы, и поэтому, как на правах девушки, я сейчас объявляю нашу постоянную рубрику. Ты приготовил горячий стол? Что, что, да, ну ты уже объявляешь. Горячий стол, бегом. Молодец, давай. Горячий стол Кто на нем? Да, а на горячем стуле у нас вот сама объявила. Сама напросилась. Сама, эээ, сама и сиди. Да, давай, поехали. Самый добрый герой мультфильма? Дед Мороз. Почему? Потому что он подарки несет бесплатно. А, какое доброе дело ты сделаешь завтра? Я приглашу вас в эфир. А сегодня? Не приглашу. Как стать добрее? Есть добровин. Хорошо, из чего делаешь добровин? Из доброты. Как бы ты назвала свой добровольческий клуб? Первая студия. Хорошо, тогда скажи, кому еще нужны штаны в Индии, кроме слонов? Зайцам. Друзья, вот так вот, то, что зайцы тоже мерзнут. Вы вспомните, как зайцы по сугробам прыгают. Однозначно и слонам, и зайцам нужны. Я была на горячем стуле, я сегодня без юмора, но зато от души. Друзья, мы сегодня с вами на самом деле очень много. Мы много чего не успели рассказать, но все-таки, я думаю, что самое главное, мы сказали, делать добрые дела, это очень круто. Это не только помогает обществу, людям нуждающимся, но и самого тебя развивает, позволяет познакомиться с классными людьми. А у нас будет мимими? Нет, не будет. Мы сами мимишны. Вот по твоей словам у нас ответ, да, нравится ли вам помогать людям безвозмездно, выходит вперед. Друзья, ура! Это главный итог нашей передачи. Браво! Все, все, самые лучшие волонтеры только в Ярославле, и самые лучшие ведущие только в первой студии. Ох, какая, какая ты молодец, Ксюша, все правильно говорит. И самые лучшие жены у нас тоже за столом. Отмечайте. И только правду говорит Ксения Рулева. Молодец, Ксюша. Отмечайте сегодня этот праздник, смотрите Первую студию, увидимся с вами уже завтра. Сегодня с вами были Сережа Воронин, Дима Московский и Ксюша Рулева. Спасибо вам огромное за то, что были с нами, увидимся завтра ровно в 7 утра. И помните про каток, встречаемся прямо там с пирогами и кофе. Ксюшей, пока. Пока. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия.